28 августа житель Алмазного Владимир выехал на квадроцикле поохотиться. Мужчина собирался к вечеру вернуться домой, но ночью он позвонил родственникам и сообщил, квадроцикл сломался, в село пойду пешком. Но домой он так и не добрался, заблудился. Утром в поселке развернули спасательную операцию, которую возглавили волонтеры. Им на помощь пришли члены автоклубов Мирного. На внедорожниках они прочесывали лес. За первый день весь Мирненский район, от района Веселого до реки Ирилях, прочесали полностью вот эти 15 человек на внедорожниках, квадроциклах. Мы же занимались Сунтарским районом. Сложности заключались в том, что, во-первых, местность сама по себе, очень много профилей было, где он мог заблудиться. И сложно было, что надо было прочесывать очень большой участок. 3 сентября к поискам должна была подключиться авиация службы спасения. Но на земле пеленгуют сигнал мобильного телефона пропавшего, и спасатели получают отбой. К поискам в заданном районе подключили беспилотник с тепловизором, но тщетно. К квадроцикл находился в районе Контагорово. Но перед этим Володя связывался. Прошла уже неделя, и Володя опять вышел на связь, позвонил в службу спасения и дал такую информацию, что он идет вдоль ручья Чахаря по заросшему профилю. В поисковой операции участвовали более 60 человек. Квадроциклы, вездеходы, вертолеты Ми-8, два беспилотника прочесывали квадрат за квадратом. Зона наземных поисков превысила 1600 квадратных километров. В лесу развернули поисковый лагерь с полевой кухней. Когда уже начали обговаривать о том, что надо разбить точку в лесу, и уже пошел разговор, кто будет ребятам готовить еду. Естественно, мы позвонили уже Екатерине, это жена Владимира, и она не отказалась, она одна поехала на 50 человек готовить еду, не растерялась и ни в чем. Молодец тоже. И мама Владимира помогала, также нам и с едой приносила постоянно. В общем, такие администрации. Обнаружить пропавшего удалось лишь 11 сентября. Оказалось, он шел вдоль берега реки Батуоби и на 15-й день пути вышел на Рыбаков. Мужчину доставили в Светлинскую больницу. Врачи диагностировали у Владимира истощение, но общее состояние оценили как удовлетворительное. Сейчас мужчина проходит восстановительную терапию, а волонтеры решили подарить ему навигатор.